Вот-вот стартанет финальная бетка Genshin Impact. Объявили о скором выходе Apex Legends Mobile. Моба по покемонам, блин! Новый Don't Starve эксклюзивно для мобилок. Бравл Старв с Бэтменом и Суперменом! Как поиграть с Патч Боба Battle for Bikini Bottom на андроиде? Вышел главный эксклюзив Яблоко. Все больше мощных игр анонсируют на телефоны. А значит мне есть что рассказывать. Подготовьте память своего телефона для игр, так как сейчас... ФАС новости! Боже, прошу, помоги мне попасть на все бетки. И самая главная новость. Финальная бетка потрясающей игрушки Genshin Impact начнется уже 2 июля. Кто проходил опрос на бетку, на которой я агитировал? Начинайте проверять свою почту, так как приглашение начали рассылать. Только не знаю сколько людей попадет на финальный бета-тест и надеюсь сам еще не пролечу. Ну а если все будет в порядке, то уже на следующей неделе мы начнем снимать и стримить эту игруху. Сам же релиз будет довольно скоро, но точных дат нет. Как я понял, одна из главных задач бета-теста это проверить кроссплатформенность игры. То есть как люди с андроидом будут играть с людьми, которые играют на PlayStation. В бетке, возможно, реализуют донат и все, что вы задонатите, перенесется в релизную версию игры. Короче, давайте осталось подождать недельку, а там посмотрим. Совершенно неожиданно компания Electronic Art объявила о том, что популярная игруха Apex Legends до конца года появится на мобилках в режиме пробного запуска. И это, мягко сказать, мощно. В последнее время мобилки постоянно пополняются мощными игрушками и, надеюсь, так и дальше будет продолжаться. Релиз мобильной Perfect World ММОшки перенесли на 29 июня. Ну, давайте еще немножко подождем. Совершенно неожиданно представили геймплей мобы по покемонам. Моба будет 5 на 5 и вы сможете играть любимым чилизардом или мачампом. Игра называется Pokemon Unit. Делают ее опять китайцы и компания Tencent. Покемонами в мобилках все щели пытаются забить, но не сделать нормальную полноценную игру. Но, тем не менее, напишите, хотели бы вы поиграть в мобу по покемонам или будете играть в Лигу Легенд Wild Reef. Продолжая тему с покемонами, в топ-тапе лизнулся покемон Cafe Mix. Веселенькая пазл-игрушка, где покемоны приходят вам в кафе, вы выполняете заказы какой-то вот такой игрой, похожей на 3 в ряд. Для мобилок эксклюзивно выйдет новый Don't Starve, называется New Home. И сдает ее тот же Tencent. Будет все примерно то же самое, но сделан упор на мультиплее. Уже где-то в июле должен состояться закрытый бета-тест, записаться на который можете по ссылке в описании. Также, надеюсь, попаду и сделаю видосик. Кстати, на днях на консоли ПК вышел ремастерит с Patch Bob Battle for Bikini Bottom. Ну так напомню, что мы можем поиграть в оригинал на андроиде благодаря эмулятору VDOLF. На самом деле, благодаря этому в куче спанчбобов можно поиграть. Даже намного более поздние и графонистые спанчбобы. Пишите, может про это стоит снять видосик. А ссылку на все эти игры про спанчбобы я оставлю в описании. В бетке сейчас DC Battle Arena. В принципе, это все тот же Brawl Stars, только с Бэтменом, Харли Квинн, Джокером, Суперменом. Если нравится Brawl Stars, то почему бы и нет? Открылась регистрация на новую графонистую ммоху V4. Чуть больше, чем полгода назад снимал бетку этой игрухи. Кипичная корейская мобильная ммохушка с хорошей картинкой. Точной даты Элиза пока нет. Появляется все больше геймплейных роликов футуристичной гоночки S-Race от компании NETS. Этакий убийца серии игр Asphalt. Чуть позже постараюсь снять обзор из того материала, что есть. Появилась такая экшен-рпгшка Eternal S, где вы просто тупо бегаете, качаетесь и убиваете врагов. Также появилось нечто подобное. Guardians Odyssey. Да уже прокачиваете такую вашу синеволосую девочку и тупо зачищаете уровни. Правда, в нашем плеймаркете игра пока не доступна. В финальной бетке сейчас King of Hunters. Азиатская такая смесь мобы, Battle Royale. Уже несколько мобильных игрух вышло с подобным жанром. От Square Enix появилась какая-то вообще японщина. Что-то типа покемонов. Пацаны, сражаясь друг с другом, вызывают каких-то войнов. А любому по какой-то анимехе, не зная такого, вряд ли у нас эта игра выйдет. Тем не менее, ее можно скачать и поиграть. Еще в закрытой бетке Slasher Space Hunter 3. Такой стандартный 2,5D слэшер, пацан бежит вперед и просто фигачит всех монстров. Выглядит неплохо. Наконец, вчера на Android еще со скидкой вышел долгожданный Pascal Wager. Это такой качественный синглплеерный сюжетный аналог Dark Souls на телефон. И это важно, потому что таких игрушек сейчас выходит очень мало. Позже к нему выйдет еще пара DLC-шек. Я же постараюсь эту игруху пройти. Объявили, что выйдет одна из лучших RPG Divinity Original Sin. Правда, только на iPad. Обидно, конечно, надеюсь, позже выйдет и на мобильное устройство. Правда, думаю, на маленьком экране будет в нее не очень удобно играть. И, наконец, в Apple Arcade вышел один из их главных эксклюзивов. Beyond a Steel Sky. Действия игры происходят в городе, который полностью контролируется искусственным интеллектом. Кимплей игры основан на диалогах и головоломках. И выглядит все очень сильно. Для таких эксклюзивов я хотел бы купить себе, конечно, iOS-устройство, но, к сожалению, не могу себе его позволить. Ну, а это были все самые свежие новости и игрухи, которые я нарыл где только можно. Ссылки на все добро будут в описании. Ну, а если вам зашло, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как обычно, Фомикс и он пошел дальше искать игрухи. А на этом все. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.